то есть мы используем только варп гейт мы не строим никого из дроба и и но кроме от сервера но из торги то естественно тоже никого не старая против вити играем против вити ребят чатик между игры все что у меня поэтому если какой-то прям вопрос вопрос между игр сейчас мы сосредотачиваемся на вити ну и этот стрим пойдет на контент для ютуба поэтому комментирую максимально качественно как получится а вы прокомментируйте как вам громкости игры хотите громче не хотите так в рот без варп гейта давайте чуть-чуть пока громче сделаем не знаю не знаешь чего начать на самом деле нам сейчас свечком предстоит сражение серьезное вот а единственное что логически логически надо продумать если обустроить прокси гейты они в конце концов кончится то что смысл прокси гейта в том чтобы оттуда прессинг какой-то получался вот но прессинг будет получаться недолго с прокси гейта это будет положение лишнее так сказать все без прокси гейта будем играть поиграем такую штуку мой билд который партинг у меня украл ну как украл им дал модернизировал спокси гейта мощный прик получилось прикольно мощно тут прикольно что этот надо же как бы сейчас газ добывать и получается не надо получается как бы не сильно не сильно надо как минимум потому что кто зилка над было пустить ну ладно каждую пока что мы думаем и делать участь мне не надо много газа начале точно нет надобности в том чтобы накопить и на варгейт там и на юника сразу хватает вот на stalker а то есть вообще даже газа больше чем надо до террин 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 зергам будет интересным пока понять буквально газа в принципе на нам королеве начну давайте blink наверно мне точно придется играть в апгрейды на точно придется играть в хорошие апгрейды заставили ведь к вели витёк отменил витёк отменил здания срочно плюс 2 бита немножко немножко на 7 сити придется поработать чтобы построить все правильно так ну витёк будет скорее всего простым для нас первым соперником придется поддемонстрировать чудесами к контроля давайте пока отступим ненадолго я хочу понять просто примерно динамику белга в принципе нормально в принципе у нас появляется юнит этого можно достануть появляется блин к чардж очень-очень необычная тебя чувствуешь на самом деле с таким сетапом минимум постоянно чувствуешь себя нужна какой-то агрессии на процессе тяжело агрессировать без варпа это конечно такой сдерживающий фактор это прям сдерживающий фактор ой 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 но я не то просто дорогие получается такая интересная схема что принципе в принципе нормально правиться ресурсики так надо пробежаться proxy посмотреть и измена это и это это и и и какому какому моменту нам нужно уже это добрые ты сейчас мы все это посмотрим нормально нормально ведь ведь он не сдается лицом готов месяцем а а а а а а а а а ас надо думать реально как заня строить бустов на все хватает мне нравится сейчас будем сейчас будем крушить короче раз на плюс двашки на плюс двашечки влетаем газов во первых так газов очень много пока что мы начнем без дарков и без архонтов начнем без архонов так чуть-чуть сюда витёк отлично обмазался танками очень-очень плотная оборона витёк сразу же сразу начинку планетарки надо профокусить аккуратно этих ребят ну чё страшно что у нас немножко газов и переборки все витя все витя к сожалению сегодня путь закончен у опять же ладно давайте сейчас попробуем сделать вот такую тему знаете короче две вещи первое то есть это должен быть либо хороший прессинг как я вначале сказал да то есть против против это точно премьер против тернат такой что-то среднее между прессингом и не прессингом то есть скорее такое полу агрессивное начало чтобы скорее безопасно играть и переводить потом ну через blink в лейт и клейту начинать масс апгрейды а против зерга наверно наоборот надо очень жестко прям подхалявливать прям прям по жести нужно подхалявливать что если против зерга мы не будем подхалявливать зергу невозможно нанести урон зергу невозможно нанести урон зерги в этом плане жесткие ребята очень так что там у нас 12 элемент не над мне 12 полно это ерунда посидим ну то есть тут скорее всего парня просто плохой бил потому что ну просто у него нет хорошего скажем так вот возможно это уже проксера лагеры не знаю как они сработают вот мы сыграем безопасно мы сыграем безопасненько так пошел на заход ну вот против зерга мы будем так вот убер халявич и халявич мы будем в том числе по апгрейдом то есть мы будем прям выходить мазгрейды кажется зерги буду точить сложная раса что он здесь на на заход на 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 жестко никого не построить я привык как бы мы здесь не крема это время насколько адрес оказывается один большой и вайдрая нет он треки кстати хорошие получились хорошая музычка а так разведка на что планирует играть зерк что не по времени все одинаково нужно доказывать бусту кинуть очень много смотрений на центре хэви такие матча по принципе неплохи наверно будут и суть большинства зеркал вопрос какое время мы сможем собирать примерно хотя бы составчик так надо поставить вот эту фаржу и вот эту фаржу блин каверна куда важного на 3 базе застройка вот этом на 6 7 8 9 10 гитов наверно вот таким седьмой минуте имеем сто один лимит мало 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 можно опачки про геймер у ё ё ё ё ё у это 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 как называется мл Ashe был это было м л же так на скоро блин готов здесь нужно выйти не забрать у меня вообще почти нереально будет хз надо будет надо будет новость придумывать против зерга совсем по-другому надо армия будет работать мы можем правда иллюзии делать вот таких становятся типа парень смотрим вот он такой типовой иллюзии не сработал план все нападаем немножечко без позиции тут стал так но он короче неугомонный хочет эту базу занять опа чуть-чуть xp чуть-чуть зажмем его армию и все отсюда главное не отпускать отсюда будет у нас и кровавая бойня нам придется не крик на она на все правда оп 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 это пил дочечки о да так вот этих парней сюда вообще вообще хорошо плотно плотная макро такое тосовская как контрить процесса который там обмазывался батарейками с марией то есть это все дорого а такую просто с другого фланга если вообще кто-то статика делает просто такой там где статики нету ну вообще там ничего контриснуть соперник уложился кучу как бы бесполезной ерунды то есть статическая оборона она бесполезна очень дорого она не передвигается на фонах называется статической не вы не выгодное вложение статической обороны этот будет какой-то подъем барака с пристройкой да смотри реактор в реактор под последим что что он будет строить я все еще жду кое-цамыча который должен вернуться который разведал то есть знаете вот как классно анализировать разведочку немного вес пена за видео спасибо спасибо андрей завис пенчик все вернулся супер вот то есть если бы он не вернулся значит что что-то прокси так будем постичь или не как-то 7 принципе как как нам побороть тему что у нас не хватает юнитов больше строить быстрительно логично же чуть меньше бастов к этому примерно мы поняли что что нас ждет по стороны соперникам примерно мы поняли примерно я хочу роба и гейт еще добавить как обычно мы делаем понимать что он дальше делает будет ли там батлкруйлер наладен производство четырех гейтов и должно быть прикольно то есть мы будем делать четыре гейт сталкеры а а а а а а а а а пока что больше мне ничего строить точно не надо можно строить грейды парень сидит на одной базе он должен сидеть на 1 базе кстати к вопросу как контроль вот например то сада который обмазался вот тебе его надо не контрить а что ты победить победить ты должен убить у него все здания как люто просто так что у нас тут вот но чтобы уничтожить создания просто будет перейти по экономике все будет окей м а и Так, разведываем. Спасибо, спасибо, анонимус. Ну, аноним, наверное, да, это так. Шифровочка. Спасибо за поддержку. Вот он обманулся, понимаешь, вот я впереди. Так, ну что у нас там опять? Что-то летит. Пока не очень понял. Ну, это протек, сразу видно. Кабанчик прям спротежит во всю. Вот. То есть я сейчас впереди поэкономить. Я понимаю, что если я сюда начну подниматься, я как бы могу проиграть, потому что узкое вот это поле. Но мы не рискуем, мы играем аккуратно. Надо вот здесь больше полей вот этих делать. Старправьте смысл наращивать постоянно свое преимущество. Ну, как в любой другой какой-то игре, в которой есть ресурсы. То есть, когда вот у тебя есть какой-то ресурс, да, например. Ну, даже в игре такая есть. В принципе, нужно наращивать, чтобы они что-то не верят.